На библейский портал Экзегет поступил вопрос в чем духовные причины бесплодия. Причины могут быть разные. Например, старец Паисий на вопрос, почему у многих пар нет детей, говорил для того, чтобы эти пары усыновили сироту. То есть очень много брошенных детей, которым нужна семья, которым нужны родители, которым нужны папа и мама. Причина бесплодия может быть грех. Например, девочка сделала школьнице аборт в 17 лет и после этого не может иметь детей. Или бегала в короткой юбке в капронных колготках по морозу, потому что хотела себя показать молодым людям. И застудила женские органы и не может иметь ребенка. Ну здесь прямо связывать бесплодие с духовными причинами можно, но надо, конечно, разобраться еще с точки зрения медицины. Но мне близок вариант, если нет детей, надо усыновлять. Для меня это как бы такой понятный совершенно путь. Во-первых, ты исполняешь реальную евангельскую заповедь. То есть сирота это тот, кто Богу особо дорог, которого Господь любит. Если ты берешь в свою семью, да, к себе в дом сироту и воспитываешь его, как своего ребенка собственного, то делаешь божье дело. Есть случаи, когда после многолетнего бесплодия семья берет в себе, усыновляет в себе малыша, женщина начинает заботиться и потом появляется свой ребенок. Как-то такой процесс происходит в организме женщины. Ну опять же, мы говорили, если совесть твоя указывает на грех, который ты совершил или совершила, то надо обязательно покаяться. Если Бог детей не дает, а мы знаем в истории церкви, да, сколько таких было пар, ну вот приходят на память родители Иоанна Крестителя, Престой Богородицы, Аким Иоанна, Захария Завет, вот сколько они, 50 лет жили без детей. Вот, значит, это был какой-то особый путь. Вот. Понятно, что есть пары, где уже не будет детей, они прожили уже большую часть своей жизни репродуктивной и уже Господь, наверное, не даст. Но в каждом случае супруги должны это обсуждать, они должны как-то на это реагировать. Повторю, что ну кто мешает взять своего ребенка, взять ребенка из детского дома. И если взять одного, может быть, потом и второго захотят, это нормально, когда дети адаптируются в новой семье и становятся родными практически, как родные. Я знаю такие примеры достаточно много, и сейчас эта тенденция продолжается. Я знаю, что в Москве уже все детские дома фактически пустые для усыновления. И люди едут в другие регионы, в области, где ситуация для усыновления более благоприятная. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok